Реформация в Европе Реформация в Европе Это мы с вами поняли, это мы уже изучили В 16 веке в Европе начинает происходить борьба широких народных масс против католической церкви и папы римского Этот процесс получил название реформация В чем и для чего разберемся дальше Так что такое реформация? Реформация это движение за переустройство церкви Вот к чему стремились те, кто хотел реформации церкви Почему? Сейчас выясним Причины недовольства католической церкви Давайте посмотрим Причины недовольства католической церкви состояли вот в чем Ну во-первых, для всех слоев общества Князья, феодалы, горожане, крестьяне Все они в принципе были возмущены образом жизни духовенства Которое в это время, что называется, купалось в роскоши И не чурялось развлечений Недовольство обязанностью платить церковную десятину Ну уж очень большая Продажа духовных должностей и получение взяток Взятничества процветало Ого как! И продажа индульгенции Ну что такое индульгенции, мы подальше, попозже поговорим И особенности Особенности для гнезей и феодалов Всех гостей Первое Вмешательство духовенства в делах князей Им это не нравилось Стремление получить часть церковных семей Это им очень хотелось Церковные земли в это время были Ну очень, ну чересчур В большом количестве Горожане Недовольство поборами монастырей Расположены в городской округе Крестьяне Недовольство увеличением церковных владений Они прибирали себе земли Земли на которых Ну так сказать Хозяйственные угодья И второе Огромные поборы церкви С крестьян То есть в пользу церкви Которая погатела и толстела Давайте дальше Побеседуем Ну и первый реформатор Это Мартин Лютер Ну насколько мы тут видим Конец 15-го и первая середина 16-го века На развитие реформации в Европе Повлияло учение Мартина Лютера Предки Лютера были крестьяне От них он унаследовал умение Выстоит в самых трудных ситуациях Семья Мартина была бедна Ну давайте маленечко Я остановлюсь на своих слайдах Именно о жизни Кто он такой И ну чуть-чуть Ну здесь сильно останавливаться не буду Но тем не менее так чуть-чуть Отец как уже было сказано В принципе семья была бедная Отец по найму Воспитывали Так, так, так Еще в будущем А ему решил уйти в монастырь Лютер Так, поскольку там можно было спастись От нищенской жизни Поступил После того как Обучался в монастыре Только там можно было в то время учиться В университет эрфуртский Находился под влиянием религиозных учений Университет закончил Стал монахом Одним из богословов в Германии И преподавал в университете И дальше И вот она началась реформация Что же случилось А случилось вот что Индульгенции То есть бумажка На которой было написано Что владетелю вот этой вот бумаги Ему прощаются все грехи То есть церковь Во главе с Папой Римским Прощает ему все грехи Покупаешь эту бумажку И все Ты чист Сразу попадешь в рай Если что Только плати деньги И само собой разумеется С этого Наверное Будем так считать И началась борьба за реформацию 31 октября 17 года Монах Августиниц Профектор богословия В университете Город Виттенберг В Саксонии Мартин Лютер Прикрепил дверям церкви Несколько рисковых бумаги Это было знаменитые 95 тезисов Возражения против торговли Интульгенциями Переведенными на немецкий язык С латыни Они всколыхнули всю Германию Вот не у нас тут Эти тезисы И естественно Кто-то должен был первый выступить Против того Чтобы вот таким образом Значит Освобождать от грехов За деньги Мало того Что должности Продавались Церковные За деньги Теперь от грехов Только за деньги Все что угодно К мощам Святым мощам Прикоснуться За деньги Все за деньги Церковь брала деньги Везде Где только могла И погатела Интульгенция Я уже сказал Это папская грамота По отпущению грехов Покупай И все тебе грехи отпущены И Эти 95 Тезисов Вызвали Возмущение Папы Римского Ну в этих Тезисах Говорилось о том Что То что происходит В церкви Это Недопустимые вещи И Подписал Папа Римский Отлучение От церкви Непокорного профессора И Мартина Лютера Вызвали На имперский суд И Что далее Произошло Давайте посмотрим Лучше бы его Не вызывали Туда Друзья Лютера Беспокоясь За его жизнь Предложили ему Не ехать В Ворнс Ожидайте От меня Всего Но только Непобега И не отречения Я не убегу И не отрекусь От своего учения Которое Буду признавать До последнего дня А так ответил Своим сторонникам Этот мужественный человек И Продолжил Если бы По дороге К Ворнсу Стояли костры Их огонь Доходил до неба Если бы В Ворнсе Было столько чертей Сколько черепиц На крышах домов Я и тогда бы Поехал Ну поехал По дороге В Ворнс Лютеры Устраивали Торжественные встречи Собирались Толпы народа И он читал им Проповеди Мартин Лютер Стал Знаменитостью И так Это явилось Его звездным часом Император Потребовал От Лютера Отречься От своего учения Но он Отказался Подчиняться Папе И одобрить Продажу Индульгенции Как видите Все завязалось На индульгенциях Обращаясь К собранию Лютер Произнес Свои знаменитые слова На этом я стою И не могу Иначе Бог поможет мне Аминь Во время его речи Из зала Доносились Возгласы Одобрения Как в свое время Не отрекся От своего учения Галилео Галилея Все таки Гритт Она вертится Так и здесь После суда Многие думали Что Лютера Ждет судьба Яна Гуса Но саксонский Князь Фридрих Помог ему бежать Укрылся В одном Из своих замков Как помните Ян Гус Плохо кончил Просто-напросто Его казнили Пока он Жил в замке Виттенберге В других землях Началось Неспровяжение Каталистизма Реформация Началась По дорогам Германии Передвигались Продящие проповедники Призывали народ Сбросить власть Не только Римских пап Но и Князей И это Кончилось Тем Что 1524 По 1525 1525 Год Случилась Гражданская Извините Крестьянская Война Власть должна Быть отдана Простому народу Такие Таисы Прозвучали Второе Призвали Свергнуть Господ И третье Все имущество Сделать Общим Достоянием Все сторон Как мир Мартин Лютер Не поддержал Восставших Среди Восставших Не было Единства Дворяне Разбили Крестьянские Отряды Поодиночке И Крестьянская Война На этом Закончилась И Основные Идеи Мартина Лютера Давайте посмотрим Осуждение Продажа Интульгенции Отрисание Роли Церкви Как посредника Между Человеком И Богом Священники Нужны Только Для того Чтобы Объяснять Верующим Священное Писание Человек Сам Несет Ответственность За свои Поступки Обеспечивает Спасение Своей Души Верой В Бога Так что Интульгенции Ему не нужны Пускай Сам Думает Своей Головой Требования Дешевизны Церкви Отказ Церкви От владения Земли И большим Имущиством Большие Земли Очень Большие Были Отвисание Монашества Подчинение Церкви Не Папу Римскому А Цветскому Владыке Это очень Даже интересно Богослужение Должно Вестись Не на латыни А на родном Языке Вот это было Самое Самое Наверное За что Народ Поддержал Мартина Лютера Он Переводил Библию На немецкий Язык Переводил Священное Писание И так далее То есть Он Первым Наверное Выступил За то Чтобы все Было На родном Языке Чтобы все Было Понятно Чтобы не надо Было Зазубривать На латинском Языке Молитвы И прочее Спасение Верой Вот это Вот учение Учение Мартина Лютера Получило Такое Название Спасение Верой Учение Лютера Можно Свести К трем Главным Положениям Человек Спасается Только Верой Вера Обретается Только Через Милость Бога Не зависит Ни от Каких Застуг Человека Только Священное Писание Слово Божие Является Авторитетом В делах Веры Никаких Никаких Священнослужителей Ни сам Папа Римский Не могут Посягать На то Что Может Или во власти Только Бога В этом И была Суть Реформации Мартина Лютера Основное Научение Основанное Научение Лютера Церковь Стала Называться Лютеранской Вот Эта Церковь Лютеранская Которая Возникла В результате Реформации Она Существует До сих пор Лютеранская Церковь В Германии Ну вот и все Желаю вам успеха